Уже не первый день на улице Скаморошинской в районе дома 11, дробь 56 находится открытый колодец. Он ничем не обозначенно представляет опасность. В каменную ловушку могут попасть дети, взрослые и животные. На самом деле это страшно, когда открытый колодец, потому что невозможно за двумя, за тремя детьми одновременно. Детеныш побежал чуть вперед и все. У меня, например, был случай, маленькая сестренка провалилась в открытый колодец. И хорошо, что все тогда закончилось хорошо. Мне кажется, надо наказывать тех, кто спит спокойно в такой страшной ситуации. Еще один открытый колодец находится рядом с цирком на улице Левой Лыбецкой. Правда, здесь его прикрыли деревянными досками. Тем не менее, провалиться можно и сквозь них. Конечно, возмущаю. Тут столько детей ходит, а люки открытые. Мы тут с колясками все ездим. И в цирке очень много детей. Очень возле цирка. Конечно, надо, чтобы люки все были закрыты. В целом, я согласен, что действительно ситуация не очень комфортная. Особенно вечером их, скажем честно, не очень заметно. Поэтому, да, меня эта ситуация тоже волнует. Я бы хотел, чтобы с ней разобрались. Правило, самым крупным собственником люков в городе выступает водоканал, по дежурным телефонам которого можно подать заявку. По данным этого предприятия, в прошлом году произошло хищение 64 люков, дождеприемников и крышек колодцев. В этом году случаев гораздо меньше. Пока порядка 10. Тем не менее, открытые люки в городе все еще есть. И нередко крышка от люка лежит просто рядом с колодцем. Его как будто просто забыли закрыть. Такой открытый колодец расположен на улице Садовая в районе дома номер 39. Здесь и собаки могут упасть, и дети. Очень много детей гуляет. Школьники ходят. Слава богу, сейчас вот как бы каникулы. А так вообще здесь очень много школьников ходит. Ребята играют, толкают друг друга. Могут толкнуть только так в этот люк. Мне кажется, открытые люки – это банальное проявление безответственности. Потому что закрыть их, наверное, дело пяти секунд, а вред, который они могут нанести, ужасен и иногда непоправим. Горожане надеются, что открытые колодцы на Скоморошинской, Садовой и Леволыбецкой улицах ответственные службы закроют должным образом. А мы напоминаем, что делать, если вы обнаружили открытый колодец. Главное – не проходить мимо. Положите на него большую ветку, предмет, который сделает его заметнее. Далее самый простой способ – позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу города. Олеся Котровская, Даниил Пилипенко, телекомпания «Город».